Приём, приём, выжившие! На связи Шадимен. У меня для вас сегодня есть отличные новости. Похоже, мы добрались до той самой базы, на которой длительное время укрывался рядовой. Однако, вся эта база в данный момент захвачена. Зомби и зараза здесь распространилась даже на военных, именно поэтому вы сейчас за моей спиной можете видеть этих самых зомбаков, которые экипированы в бронежилеты, каски, возможно, даже у них там есть в этих жилетах и патроны. Но главное, нам нужно будет с ними разобраться. Ну а ты, если не боишься зомбаков, то просто поставь лайк под этим роликом, потому что для зачистки этой базы нам потребуется действительно много времени и много сил. Проверим, сколько из нас действительно настоящие храбрецы. А тех, кто из вас ещё не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Ну а теперь я вам желаю приятного просмотра. А также перед началом этой серии прошу здесь минуточку внимания. В общем, друзья, последнее время участились случаи создания моих фейков во Вконтакте, на Ютубе. Люди ставят такое же название, пишут такое же имя и делают аналогичные, абсолютно такие же, как у меня, аватарки везде. Ни в коем случае таким людям не верьте, а тем более, если они говорят, что я могу вам что-либо там продать, друзья, я никогда у вас денег вымогать не буду. И если вам пишу я, якобы я, то есть мистер Шэдди Мэн, то сразу не верьте, потому что я этим заниматься 100% не буду. Всё, я вас предупредил, вы будьте бдительны, потому что если что когда-либо будет, то я это официально, как и сейчас, буду объявлять в видеоролике. Всё, друзья, будьте обязательно бдительны. Вот так вот всё, теперь точно приятного просмотра. Да нет, ну его нафиг, ребят, вы чего? Я на такое не подписывался, я оттуда 100% не пойду. Да ладно тебе, ты чё, сы что ли, Стеф? Соберись. Вообще-то, да ты чё, рядовой какой? Нет, ни в коем случае. Так, ребят, успокоились быстро. Короче, рядовой-то уверен, что это та позиция. Ну, вообще, так, забор, того подобного, да там такая передряка была, я же тебе говорю. В последние дни военные друг с другом воевать начали. Короче, дедовщина какая-то самонастоящая началась, не знаю, как это назвать правильно. Вот, вроде оно, вроде нет. Так, ребят, короче, в любом случае, раз уж мы сюда приехали, мы тем более дальше никуда поехать не сможем, у нас капец по топливу. Так, рядовой, приметы, не знаю, может быть, здесь какие-то на базе есть, не знаю, деревья, хотя, ладно, какие деревья, я бы сам еще бы запомнил, как деревья, где растут. Да, я говорю, вроде с одной стороны та база, с другой стороны вроде не та. В любом случае, прогуляться надо. Так, ребят, короче, Шедди, Стеф, и рядовой, вы решайте, кто из вас пойдет, либо вдвоем с кем-нибудь пойдете. Мы тогда еще остальные, кто останется здесь, будем находиться возле машины, от ребят отходить не будем. В любом случае, пока ночлежку не найдем, нам куда-либо их перетаскивать сто процентов нельзя. Так, ну короче, я иду сто процентов, потому что в любом случае нам здесь оставаться, так что я по-любому. А вы там, Стеф, рядовой, вы давайте скидывайте, что ли? Так, короче, ладно, я пойду с тобой, Шедди, потому что я эту базу, если это окажется моя база, то я ее как-никак знаю, но это в принципе будет логично, если я пойду, что думаешь? Во-во, ребят, я согласен, давай-давай в рядовой, иди, я лучше здесь, возле машины. Хе, ладно, короче, ребят, давайте тогда. Все, пошли мы на разведку, вы с ребятами здесь, если что там, кто накроет вас, сообщайте обязательно, но надеюсь, все-таки такого не произойдет точно. Рядовой, смотри, там среди деревьев зомбаки, короче, стоят, военные, смотри на форму, узнаешь, нет? Погоди, через бинокль посмотрю. Короче, форма коричневого цвета, и на плече какая-то бело-красно-синяя эмблема, они... Да, да, точно, точно были такие солдаты, смотри, только на них не выходи, да и вообще, когда на улице гроза и тому подобное, зомби очень сильно отвлекаются на раскаты громов и на удары молний, так что мы можем этим воспользоваться и по-тихому разведку произвести, это зря Стэв боялся. Да ладно, чё ты, думаешь, каждый был рожден, что ли, чтобы среди этих мутантов выживать? Нет, конечно, главное, что мы пока что не боимся, хотя на самом деле последнее время мне действительно становится жутко от некоторых моментов, от которых мне приходится иногда видеть. Так, ладно, давай, продвигаемся дальше потихоньку. Пойдём, 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 смотри, они действительно за деревьями стоят и даже никого внимания не обращают. Смотри, спереди палатки какие-то, и мешки с песком, насыпи, узнаёшь что-нибудь? Так, погоди-ка. Да, это это, КПП, последняя точка обороны. Сюда все, кто остались, кто были неравнодушны, так скажем, к этой базе. Они пришли сюда и пытались держать натиск, но отступать уже было некуда. Короче, мне кажется, их призрали, и в итоге никого в живых даже не осталось. Судя по всему, да, все военные в зомби превратились. Так, давай, пойдём, пойдём, тихо, тихо. Капец, посмотри, они вообще внимания не обращают никакого. Ооо, смотри, какой ад здесь происходил. А я тебе о чём говорю? Эта база очень ценная. Если у нас получится её к себе забрать, так скажем, обосноваться здесь, то тут такая выгодная позиция будет, ты даже не представляешь. Там и фермы, и фермы животных, и даже какая-то добывающая промышленность есть. Нифига себе, целая индустрия. Я бы сказал... Ооо, чёрт, они близко. Тихо. Погоди назад. Я ещё не готов пока что. Давай в эти палатки заглянем. Давай-давай, открывай. Так, я открываю, ты заглядывай, если чё. Либо стой сбоку, чтобы быть готовым стрелять. Так. Опа. Чисто. Понял. Захожу. Так, вояки, да? Так, они ещё... Они ещё в зомби не превратились, да? Но я, насколько понимаю, им... Это только впереди у них будет. О, слушай, тут какой... Тут двойная палатка ведь. Тут, получается, проход центральный есть, который дальше в следующую палатку ведёт. Слушай, я подумал, у тебя же глушителей нет, а как ты стрелять будешь? Да ладно. Мне кажется, то, что под раскаток громов зомби подумают, что это выстрелы и... Просто внимания не будут на это обращать. Ну чё, там у меня в карманах есть чё-нибудь? Да, есть. В разгрузках тут, в жилетах, патроны завалялись, то, что надо. Ко мне точно подойдут. Так, слушай, нет, если я даже эту паутину отсюда уберу, это точно не вариант оставаться здесь. Я не хочу на ночлечке оставаться в каком-то непонятном месте, где... Ё-моё, доктора раненые валяются все в крови. И подобные другие страшные вещи, я бы сказал. Так, чисто пойдём дальше. Так, этот чист, у него в карманах ничего нет. Сейфы тоже пустые, к сожалению. Чёрт, я думал, медикаменты какие-нибудь найдём. Да, палатки-то похожи на то, что здесь медицинскую помощь оказывали. Так, слушай, рядовой, чё мы куда? Да, смотри, я чё-то сразу не заприметил. Там это, комплекс палаток находятся вот точно такие же. Нам надо попробовать туда пробраться, и по-хорошему, если там будет безопасно, мы можем остаться там, на ночлежку. Ребята, конечно, перетащите и... Мне кажется, там будет то, что надо. Правда, кому-то на дозоре придётся остаться, всю ночь не спать. Да ладно, не впервой, главное безопасность. Само собой. Так, ладно, пойдём попробуем дотянуться тогда до тех палаток потихоньку. Так, пойдём. Короче, если спалят, то ладно, пофиг, стреляем. Если не спалят, то проходим как можно тише. Господи, капец, какие тут кучи огромные. Так, рядовой. Ты смотри, там своё смотри, не стреляй, либо не стреляй, потому что... Ё-моё. Капец, капец, капец. Не видел я один раз такую же ситуацию на заправочной станции. Вот мне, честно говоря, этот тот момент немного напоминает. Так, пойдём, пойдём, рядовой. Слушай, а как мы будем их нести? Я имею ввиду... Шокера до лагеря. Если тут зомби везде, мы-то с тобой тихо пройдём, а там-то придётся человека нести. Не знаю. Придумаем чё-нибудь. Сейчас главное самим бы остаться в живых, да и разведать, чё там такое вообще. Согласен. Ой. Рядовой, это чё такое? О, я не знаю. Тут вся база этими люками понатыкана. Никто их никогда не открывал, никто даже не знает, чё там находится. Может, попробуем? Э, ну попробуй, думаешь, люди не пытались, что ли? Так. Давай. Так. Чёрт. И давай, давай под собой. Да бесполезно это, бесполезно всё это делать. Видишь, я тебе тоже помогаю, ни вчера не получается. Ладно, чёрт, а потом узнаем. Чё-то какие люки, о чём я думаю вообще. Сейчас бы до палаток добраться безопасно. Так, погоди, не стреляй только, ладно? Я всё-таки с глушителем сейчас немного отработаю их и... Чтоб было более-менее... По тишине. Так. Этот готов. Так, того возле забора тоже сниму. Ой! Внутри! Чёрт! Готов, 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 готов. Так, рядовой, короче. Те, кто внутри этих мешков, они сто процентов нас услышали. Готовь оружие. Так. Давай за мной. За мной, за мной, за мной! Они здесь, они здесь все! Давай, давай, шиди. Залетаю, залетаю. Так, ну эти зуби. Получайте в зелёной бошке свои! Вы отсюда точно провалите у меня! Рядовой, давай, помогай! Так, последние остались, последние! Через колючую проволоку перелез! Фух, капец, дождик усилился чё-то! Эх, чёртова погода! Чё за этот... Боже, какой-то шум идёт, я понять не могу. То ли шипение, то ли шуршание, чёрт побери! Так, ладно, хотя бы от этих зомби пользы есть. У этих военных из карманов патроны того и дела вываливаются и вываливаются. Это нам только на руку. Ну ещё бы не на руку. Ну чё, каждую палатку? Да, каждую палатку ещё бы. Конечно, капец, конечно, атмосфера. Там какой-то закат просто оранжевого цвета какого-то, как будто там что-то взорвалось, ну честное слово. Так, захожу. Это чё это? Ой, ёберный театр. В первую секунду показалось, как будто бы люди стоят. А чё там? Да костюмы какие-то. Так, смотри-ка! Полностью стерильная палатка с медицинскими койками и капельницами. Так, слушай, погоди, я надеюсь, ты не будешь против, я по-быстрому переодену этот костюм на себя. Потому что мне в одном этом жилете, честно говоря, надоело гонять. Тем более этот костюм, он более-менее водонепроницаемый. А в нынешнюю погоду это то, что надо. Да, конечно, надевай. Тем более ты с этим бренджилетом, ну и в принципе за своим костюмом, палился сильно. Сейчас хотя бы с трябой будешь сливаться. Да, это точно. Так, пойдём ещё одну одиночную палатку проверим. И потом будем большой комплекс этот изучать. Так, открыл. Открыл. Проверяю. Так. Чисто, она пустая. Её, видимо, не успели ничем забить. Ладно, если что, здесь можно какие-нибудь склады будет сделать, либо ещё что-нибудь. Слушай, по поводу складов. А ты эти ящики-то проверял? О, да, кстати, точно, ящик. Ух ты! Нифига себе. Чё там? Да посмотри. Ни черта себе, 762 на 39. Их тут так много. Да тут не только их много. Тут в этих ящиках 9-миллиметровых дофига. Здесь 5,56 на 45. Приём, ребята. Это Хантер на свете. Вы как там? Ответьте. Да, Хантер, приём. Слышу тебя. Да порядок вроде, а что? Да выстрелы просто слышали. Может, помощь нужна? Не, Хантер, всё в порядке. Пока что на улице гроза, это нам на руку. Короче, тут зомби есть, ещё стоят в некоторых позициях, но когда понесём раненых, надо будет как-то аккуратно проходить мимо этой толпы, потому что если они все нас заметят, они нас задавят. А раненых и вовсе добьют. В общем, пока гроза и тому подобное, надо этим воспользоваться. Всё, мы проверяем последнюю палатку и выдвигаемся назад. Тут это... Есть, вернее намечается, где мы можем остановиться сегодня на ночь. Окей, понял. Ждём. Конец связи. Всё, нормально, привык к связи просто. Чё там, они испугались что ли? Да нет, услышали то, что мы стреляем и подумали о том, что помощь нужна. Так. Слушай, там шум слева идёт, слышишь? Иди-ка сюда. Или оттуда идёт, что-то понять не могу. Да не-не, вот отсюда идёт, реально, с этой двери. Так, погоди-ка, я зайду сейчас, посмотрю, чё там такое. Как будто чё-то льётся. Так, ай, душевая кабина, прикинь. Капец, у душевая кабина даже есть такая, чё такое? Туалет. Обалдеть, тут целый оборудованный туалет и тому подобное. Слушай, да это просто отель пять звёзд, я бы сказал. Чёрт о себе. Ладно, прикольно. Такого я не ожидал. Не думал то, что эти последние силы так обмундировали тут всё. Да, это точно. Так, пойдём дальше. Так, большая комната. Кухня! Кухня рядовой, смотри, смотри, смотри. Это что такое? Что это? Картошка! Не гнилая! Сырая картошка просто-напросто, капец! Это сколько еды-то можно приготовить? Так, холодильник, правда, пустой, но ничего. Будет картошка, если мы её приготовим, у нас будет и чем холодильник потом забить. Капец! Слушай, классно, мне нравится. Мне это дело уже на самом деле нравится. Посмотри, коки какие классные, мягкие кровати. Не просто какие-то там сено, набитое на доске, а именно просто самые настоящие кровати. Да. Так, ну чё, перетягиваемся сюда пока что, пока утро не наступит. Да, думаю, так и сделаем. Ладно, пойдём. Сам слышал, ребята уже на связь выходили, мне кажется, они волноваться начинают. А я бы на их месте действительно бы немного волновался. Так, сюда тогда какого-нибудь часового посадим. Кто у нас, у кого там больше всего сил осталось, будет ночью не спать. Будем смотреть, чтобы в палатку никто не забежал. Так, что касается всего остального, конечно, тут есть пробоины и пространство. Вот здесь зомби могут вообще спокойно пройти, но я надеюсь, что они этого делать не будут. Хотя, кто их знает, они на самом деле могут делать. Да и в принципе, откуда мы можем вообще в принципе знать, что они могут делать, либо что они могут не делать. Ладно. Короче говоря, мы сейчас тогда возвращаемся назад через эти толпы зомбаков. Если сюда получилось тихо пройти, то я надеюсь, и назад пройдём. Да, конечно, пройдём. Всё. Давай назад. И... Ой, так тут чё, и антенна такая здоровая. Да, да тут много чего есть. Главное, чтобы нас только не сожряли этой ночью. Да, согласен. Ладно, давай. Возвращаемся назад.